Обчистили родное предприятие. Столичные милиционеры задержали жуликов, которые пытались нажиться на компании, в которой трудились. С завода предприимчивые сотрудники собирались вывести материал, который использовался в производстве. И до удачного завершения, казалось бы, продуманного до мелочей плана оставалось совсем немного. Тем не менее, у ворот предприятия злоумышленников встретили люди в погонах. Оказалось, что подобная схема достаточно популярна. И работу таким образом пытались наладить нечистые на руку сотрудники ни одной фабрики. Карина Пашкова о современных несунах и убытках. Двое сотрудников одного из столичных предприятий попытались наладить свой бизнес на базе завода. А именно, с фабрики они планировали вывозить материал, который использовался в литейном производстве. Это медные слитки. Принять участие в хитром плане компаньоны пригласили своего безработного товарища. Задачей последнего был сбыт продукции. Вывозили слитки они на служебном автомобиле, где находился тайник, который позволял вмещать до тонны металла. В день задержания мужчины хотели сделать два вывоза медных слитков. В первом случае им удалось вывезти необходимое количество, а во втором не удалось, поскольку были задержаны с поличными сотрудниками милиции. Всего в тот день они вывезли полторы тонны цветного металла. Также у них было найдено почти тонна меди на общую сумму около 33 тысяч рублей. Однако расследование на этом не прекратилось в ходе дальнейших разбирательств. Стало понятно, подобным способом мужчины пытались заработать и раньше. Оказалось, незадолго до задержания злоумышленники также вывезли крупную партию металла. За месяц предприятие лишилось более 2000 килограммов слитков меди. Общая стоимость такой партии продукции около 32 тысяч рублей. В итоге общая сумма ущерба, который правоохранителям все же удалось предотвратить, составила порядка 60 тысяч рублей. Оказалось, что подобным способом трудились некоторые сотрудники и на другом столичном предприятии. Пятеро работников завода в общей сложности вынесли более 2500 килограммов латуни и около 600 килограммов латунных отходов. На общую сумму почти в 28 тысяч рублей. Естественно, вывозили продукцию в несколько этапов, трудились по ночам и в выходные дни. Камеры наблюдения перед этим аферисты отключали. Несмотря на меры конспирации, злоумышленников задержали. Брались по личным. Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. Карина Пашкова, Владимир Королев и Александр Олешко. Зона Х.